доброе утро дорогие друзья итак сегодня новая недельная глава по но воскресенье время май знаете интересно посмотреть как вы живем люди всегда они думают что вот если я чуть-чуть потрачу время кому-то помогу что-то сделаю там не получу что-то или пойду продукт короче двигаюсь духовно я потеряю материально как же если я вот не пошел на работу в там на лишнюю там какую-то то я не заработаю это не так сверху все расписано и все в руках того кто наверху расскажу майсу я много лет назад рассказывал сейчас повторю один бедный ремесленник у него была большая семья нужда заработка нет дочери подростки стали советовать с женой что делать говорит ну что пойду по миру собирать деньги у людей жена нет еще не хватало кроме того что денег еще стану соломиной вдовой он говорит нет я вернусь в течение года дал ей обещание пустила его и вот он год путешествовал собирал грошу грошу потом менял на серебряные монеты серебряные золотые динары короче собрал приданное вроде как более-менее нормально и возвращается домой год остался поехал обратно в руках у него деньги серебряные медные золотые мешочки такие три в канут субботы перед тем как кончилось условленное время он оказался недалеко в городе по соседству с его поселением спросил кого можно провести субботу мы сказали вот чек хорошо там богатый чек шабаты делает он пришел к нему с радостью принят дал комнату и сказал пожалуйста суббота приближается что делать с деньгами они всегда были при нем а потом прятала всегда в тайное место но здесь чужой дом гости другие хозяева я знаю там ником не уверен нашел хозяина дома говорит знаете так и так можете пожалуйста давайте деньги положить все положил все все наступил суббота пошел в синагогу все молятся святость а гость слушай какую глупость сделал деньги которые собрал целый год и отдал какому-то чужому человеку не расписки ничего в общем он в ужасе уже шабата ему не в шаббат и еда не идет и молитва не идет и вот чего только боялся когда закончился на шаббат хозяину верните пожалуйста деньги не спеши сейчас вернемся домой сделаем разделение обдалу потом по моем руки трапезу в общем гость понимает что уже неприятность после трапезы на благословения все потом говорит ну что могу я получить хозяин конечно подожди приносит то тут неужели принесет принес вернулся с тремя узелками положил гость просияло лицо открыл один узелок золотой смотрит посчитал взялся высыпал золотыми динарами на глазах хозяина чтобы тот не мог отрицать посчитал все сошлось ну хорошо думает хотя бы так хорошо серебряные монеты быстро высыпал читает все в порядке потянулся к третьему пакету и тут хозяину раз почувствовал удар по руке смотрит на хозяина хозяин говорит слушай ты что думаешь я ничего не видел ты видел вчера ты угнетен был думал что я твои деньги украду ты подозревал меня в воровстве когда эти вернул золотые моменты и начал их лихорадочно пересчитывать я не был обижен тебя есть право опасаться ты не знаешь потом ты пересчитал серебряные увидел что все в порядке ну думаю ладно но когда после этого ты начал читать медные это оскорбление ты думаешь я не взял золото или серебро то я возьму у тебя медный грош а теперь давайте переведем это на нас каждый вечер перед сном мы говорим когда молитва такая веряю в твою руку и свой дух что ты вернул его утром а утром когда возвращаем спасибо что вернул то есть душа вернулась золото на месте теперь дальше что идет спасибо что раскрывать зрения слепые спасибо что меня выпрямляет спасибо что серебро вернули серебряных монетах нет недостатка но когда дело касается меди то есть то что называется ну парноса заработок человека человек не верит начинают тут не спокойно вот да он мне жизнь дал да у меня пробудил утром да но от заработком кто знает и вот благословение кое нам говорится благословлю вас благословить тебя бог охранить тебя озарить тебя то есть он мы все время говорим обоих что бог дал бог надо понимать что ничего у чек сам не получает в рост шарна решено сколько ты заработаешь и ничего ты не поменяешь и написано что мы никогда не потеряем если мы попробуем что-то хорошее сделать увеличить духовности потратить какое-то время для других ты это не потеряешь потому что у бога все в руках он только улыбнется надо верить богу потому что если мы сейчас слушаем этот урок значит золото нам вернут чего же беспокоиться о меди браха вы от слаха